Каждое мероприятие, посвященное Дню рождения Кубани, не должно быть организовано для галочки, отметил Вениамин Кондратьев. Праздник в первую очередь нужно сделать для жителей и гостей края. И большие затраты здесь не понадобятся, уверен глава региона. У нас достаточно много само деятельности. У нас певучий край, у нас творческий край, у нас край, который самобытный. И, знаете, он настолько полон талантами, что покупать дорогих артистов и даже не очень дорогих коллеги ни краевому центру, ни муниципальным образованием не нужно. Праздник не в дорогих артистах, а праздник в душе. И для кучки людей, в том числе для чиновников или для бизнесменов, праздник для жителей края. И мы должны сделать все, чтобы жители края этот праздник ощутили, по-настоящему ощутили. Не протокольные мероприятия, куда их согнали или заставили прийти, а где они сами примут участие в этом празднике. В преддверии юбилея важно вспомнить и о тех, кто создавал экономику Кубани и продолжает трудиться на благо малой родины, считает Вениамин Кондратьев. По поручению губернатора к 80-летию края выпустят памятные медали. А о ветеранах Великой Отечественной войны, героях труда создадут цикл сюжетов на местных телеканалах. Для нас любой ветеран, неважно это фронтовой или ветеран труда на без золота, сегодня для нас. Потому что это память о той мощи людей, которые сегодняшнюю мощь как бы и создали. У нас есть чем гордиться. Дети-комбайнеры, где-то молодежь, которая на комбайнах палывает. Где-то весоводы, которые создали миллион тонн кубанского листа. Где еще многие-многие-многие, которые сегодняшнюю Кубань создают. И коллеги, вот я сейчас глава муниципальных образований меня слышу, не стесняйтесь в благодарностях за подпись именно губернатора. Готовьте списки, там, почетный грамот и медали, в том числе. И ничего страшного, что это будут стопки. Пусть это будут стопки, но заслуженных людей. Мы должны отметить, все, кто достоин отметить. Помимо 80-летия образования края, в этом году на Кубани еще один юбилей. 225 лет – начало освоения казаками кубанских земель. Праздничные мероприятия стартуют уже в феврале и будут продолжаться весь год. Мы уже запустили ряд проектов, в том числе и краевический конкурс «Кубань. Край 100 народов». У нас запланирована патриотическая автоэкспедиция «Жемчужина России». Ну и самое главное, мы запускаем кубанскую кругосветку. Кубанское казачье войско планирует провести именно комплекс мероприятий в течение всего 2017 года. Прежде всего, разрабатывается цикл занятий обязательно с учащимся казачьих классов, на которых детям расскажут об основных веках истории кубанского казачьего войска и нашего края. Торжественные мероприятия будут проходить в каждом муниципалитете, а вот основное празднование состоится в сентябре в краевой столице. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ